Сегодня я к вам с радостной новостью, однако я вот сейчас так подумал, а других-то ведь новостей у меня не бывает, я всегда к вам прихожу и рассказываю либо о том, что добавили скины, либо о том, что там, я не знаю, Блокраша открыл свой новый 85 сервак или вроде того, то есть всегда постоянно у меня новости только позитивные, негативных нет, только если я не смотрю какой-то ролик очередного GTA-самп-ютубера, вот тогда новости могут быть негативные, а во всех остальных случаях новости вполне себе нормальные, вполне себе удачные, вполне себе те, которые не будут. Которые можно послушать, о которых можно рассказать и сделать, возможно, все прочие вещи, однако, ладно, давайте сейчас будем говорить немного не об этом, потому что у нас сегодня радостная новость, которую нужно обсудить со всех сторон, то есть сказать, хорошо это, плохо ли это, какие будут у нас перспективы из всего этого и вообще на что мы можем рассчитывать во всех вот этих вот прочих вещах. Давайте приступим. В официальном сообществе Блокраша стукнуло 400 тысяч участников, иногда их называют подписчиками, иногда участниками, иногда еще кем-то, в общем-то я думаю, что это не особо важно. Поздравляем руководству проекта и желаем только новых рекордов. И тут я вот так задумался, вполне возможно, что в скором времени все вот эти вот сервайки сампа, которые вы знаете, они загнутся. Все кроме Аризоны РП. Останется только одна Аризоны и у нас война будет уже не самповских проектов с самповскими проектами, а у нас будет война самповского проекта и GTA КРМП проекта. То есть, возможно, немного странно вы можете сказать, усомниться и вообще, типа, заявить, что ты несешь такой, как может быть война, типа, КРМП проекта и GTA Самповского проекта Аризоны РП. Там же, типа, разные аудитории, там же, типа, вот, вообще, Аризоны РП это же на компьютер, а Black Rush это на телефон, поэтому они не будут как-то контактировать, как-то вот, я там, не знаю, вообще, друг с другом вот это вот сотрудничать, кооперироваться, вообще, там, конкурировать и так далее. То есть, ничего такого не будет, что ты несешь-то в таком случае. Однако, я вам могу сказать, что постоянно, вот, цель у проектов, она же какая? Как можно больше онлайна? Больше онлайна это больше денег, больше денег это больше возможностей, больше возможностей это более яркая такая, завораживающая, прикольная жизнь. И вот, когда останутся только два таких очень больших проекта, как Black Rush и как Аризоны РП, у которых будет там по, я не знаю, 17-18 тысяч онлайна ежедневно, вот, на них, то они, разумеется, захотят, ну, отхавать кусок пирога у друг друга. То есть, Аризона захочет вот эту вот КРМП-аудиторию к себе, а Black Rush захочет GTA-самповскую аудиторию. Возможно, что Monopoly, я очень на это сильно надеюсь, что Monopoly какого-то одного проекта у нас не будет. Возможно, что, я там, не знаю, Аризона РП захочет купить Black Rush, ну, разумеется, я не думаю, что они продадутся, а Black Rush захочет купить Аризона, но они тоже не продадутся, поэтому у нас будет только конкуренция в этом плане. То есть, возможно, Black Rush будет пытаться делать какие-то там свои серваки в GTA-сампиум, если им это будет надо, а Аризона РП, у неё уже есть, как бы, Родина РП, и она будет переносить всё это в КРМП на телефон. И как-то, возможно, я не знаю, конкурировать со всем этим. Однако, это только моё предположение, то есть, не факт, что всё это будет, потому что, ну, вот эти вот, знаете ли, все конкуренции, вот эта вот вся прочая борьба, она настолько выдуманная, она настолько фиговая, что непонятно, что будет. Но одно я могу сказать точно, если будет какая-то монополия, вот, допустим, либо Аризоны, либо Black Rush, то это, скажем прямо, не особо хорошо, потому что Аризона, она тогда уже будет работать исключительно на весь самп, то есть, им не нужна будет какая-то аудитория, вот, типа, из сампа, вот, типа, у ютуберов. Она будет закупать, там, каких-то больших ютуберов, там, я не знаю, Диму Гордея, Эрика Давидовича, Владимира Путина, так далее. То есть, а вот эти вот обычные самперы, такие, как я, допустим, или какие-то прочие, их просто погонят, потому что, ну, они больше будут не нужны. Это в случае, если будет какая-то монополия, и будет только один проект. А так как у нас есть теперь два крупных игрока на всём вот этом вот, может быть, и противоположном рынке, по типу, там, Black Rush и Аризоны РП, то конкуренция какая-никакая, ну, будет. И, так сказать, разменивать позиции, им, будем честны, не захочется. Поэтому так, но не стоит забывать, что есть ещё один проект, который я называть не буду, дабы не рекламировать его. И он тоже, в целом, с неплохим онлайном. Но пока что я вижу только двух игроков на всём этом рынке. Это Black Rush и это Аризоны РП. А чем всё это противостояние закончится потом, мы с вами узнаем немного потом. Однако, ладно, Аризу, ой, однако, ладно, Black Rush, как бы ссылка на скачивание лаунчера будет находиться в описании. Там же мой никнейм Данила КПРФ, там же мой промокод, хэштег ЗДС и все прочие вещи. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока и всем, разумеется, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok